привет уважаемые гости подписчики моего канала гаджет сегодня значит пришла у нас вот такая коробочка все мы прекрасно знаем что такие коробочки пакуют у нас приехала стеклышко очередное redmi 4 pro prime как мы видим даже написано на нем вот стеклышко полностью прозрачная без рамок в комплекте как обычно салфетки стикеры да что решила сегодня стеклышко переклеить вот покажу почему значит была наклеена полноразмерная очень хорошо она кстати послужила вот ну уронил уронил телефончик и как мы видим вот в местах где идет два с половиной д вот произошел скол произошел скол ну и соответственно как бы неудобно хотел поставить пока походить в таком месте что все время пальцем цепляюсь за него решил как бы переклеить а так стеклышко неплохое вот отслужила свое время месяца 2 на простояла стекла у нас расходный материал поэтому сильно переживать на этот счет не будем так и так что мы делаем значит сначала готовим стикеры салфетки стекло само телефон вот обязательно протираем место где будем клеить стекло потому что не дай бог чтоб какая пылинка не поднялась чтобы не попало это нам на экран поэтому всегда мочим стол мокрой водой протираем вот чтобы результат был хороший так вот такая вот история так значит что мы берем нам надо отклеить это стеклышко пробуем аккуратненько это сделать поддеваем да и это стеклышко отклеивается очень быстро поскольку все мы знаем что она держится только вот этими краями но но кстати даже и лопнула вот вот потому что ну вот удар был вот ну а так стеклышко хорошая прочная такое пробовал и обзор стекло взрослый совсем не понравилось потому что буквально через неделю она обсыпалась это гораздо прочнее стоит очень дешево толщина где-то 026 то есть ссылочки будут под видео и на это стекло и на это стекло сделаю это стекло посмотрим и потолще это 0 3 это 0 26 на 2 где-то визуально толще это стекло будет клеиться всей поверхностью но и мое мнение что как бы защищает она все-таки конечно лучше хотя это смотрится красивее это стекло красивее внешний вид у телефона да но мое мнение такое там каждый решается так и так что мы делаем протираем грязь все-таки попала особенно везде динамик на вырезах было так потом потом прикидываем наше стеклошко наше стеклошко и она чего-то очень 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 плохо подходит я смотрю сюда очень плохо подходит ребятки и я даже честно говоря не хочу выклеить видимо видимо продавец все-таки не то стекло стекло положил потому что она прям совсем хотя так пока возьму паузу подумаю возьму паузу через время вернемся итак ребятки посмотрел я счет своих запасах нашел еще одно такое стекло полноразмерно как было до этого она как вот разбилась точно такое же сравнила их вот она чуть чуть шире уголки чуть чуть у него более острее чем у этого стекла ну что вам сказать и видимо принял я решение наклеить опять вот такое полноразмерное стекло потому что ну что-то вот это стеклышко совсем как-то ложится вот смотрите я нашел с таким чехлом да вот если совместить стекло с экраном ну то есть видно что как бы видимо да но все таки это так и закрывали эти стекла просто вот привыкаешь вот сразу видно привыкаешь когда закрыта вот полностью края вот два с половиной д вот я собственно говоря за это время просто привык уже как бы не хотелось клеить такое стекло вот ну чего-то с ним все она будет варят ладно наклеить все-таки прозрачная черная это оставлю надо чередовать чередовать итак приступим 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 так берем как видите я буду сразу клеить чехле для чего чтобы хотя можно и снять с чехла снимаем с чехла совмещаем давайте нормальным способом приклеим на стикерах так совмещаем очень внимательно никуда не спешим раз и второй стикер берем вместо стикеров можем пользоваться скотчем у кого нет таких стикеров абсолютно не беда можно использовать просто скотч так так вот я уже вижу что стикер я приклеил не туда убежала у меня так раз-два так вот прихватываем приклеиваем проверяем если не нравится он значит еще раз переклеивать мне нравится вижу что вот эта сторона сильнее ушла значит я ее отклеиваю 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 и и опять приклеиваю скотч стикер так что сказать более-менее выровнена более-менее выровнял я его так датчики датчики здесь надо тоже подтянуть чуть-чуть поэтому отклеиваю еще и еще раз так ну где то вот так сразу примерим по чехлу потому что пользуюсь этим чехлом кокос дракон вот сразу видно что этот чехол подрывать не будет телефон в стекло поэтому как бы таким образом и оставляем пожалуй расстояние одинаковое пожалуй и оставляем так для верности добавлю еще скотчика посередине это никогда не помешает чтобы не обрывалась так раз все-таки на трех петельках всегда лучше держится стекло и ровнее потом лежит так ну и все теперь значит что мы делаем когда стекло полностью выставлено открываем таблетку эту саму салфеточку спиртовую протираем 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 вот потом берем вторую салфетку не спиртовую уже и тоже протираем чтобы не осталось вообще никаких следов ничего ну после салфеточки еще все-таки использую тряпку вот эту микрофибру она вообще идеально вытирается естественно если сама чистая поэтому периодически надо стирать так ну как мы видим по идее все не осталось ни разводов ничего еще раз прикидываем стекло так итак ребятки продолжим да значит все протерли подогнали экран вытерли потом открываем аккуратненько аккуратненько снимаем защитную пленку со самого стекла кладем и и просто-напросто так вот оп и переворачиваем и дальше как я называю начинается волшебство видите да хоп стекло само начинает прилегать прилегать вот такое волшебство случилось потом мы снимаем эти стикеры убираем скотчек скотч обхленивало убираются с этой стороны так ну и что мы видим видим что стекло уехало в одну сторону и сверху пошла полоса не проклея то есть все таки вот с такими стеклами прозрачными начинается канитель вот ну что же придется переклеивать придется переклеивать ребятка стекло так оно меня не устраивает так аккуратненько берем аккуратненько совмещаем показываю кстати второй способ переклейки уже от без навесов без навесов а чисто на глаз и вот опять начинается волшебство как мы видим так ну стекло легло как мы видим на глаз у нам приложится гораздо лучше чем с навесами вот ну что сказать сразу видно область не проклейки остается стекло конечно легло хорошо но воздушные пузыри на таких стеклах остаются вот видно да вот она полосочка где-то до миллиметра два и и вверху поползла поползла эта полосочка наша самая нелюбимая так ну что проверяем видите стекло бампер не подрывает на него не ложится что самое главное ложится на края вот ну и пришло время показать как работает еще одно чудо средства китайская которые эти вытекли придется их выкинуть есть вот такое чудо средства жидкость ликвид вот как раз для тех случаев когда вот одна сторона не проклеенная ссылочку на эту жидкость я уже делал обзор выставлял в описании видео есть на канале кому интересно ссылочку я под видео размещу где покупал стоит там там копейки буквально кому нравятся такие стекла и вот мне в частности тоже такие стекла нравятся не полноразмерные потому что все таки они прилегают клеится всей поверхностью я считаю что они защищают экран лучше ну алиофобка есть не очень хорошая как бы но есть так ну что приступим значит в комплекте есть каждом с каждым пакетиком такой вот кисточка вот опыт у меня работы с этим материалом уже был сразу расскажу значит где большие пустоты больше четырех четырех миллиметров держаться ничего не будет там где пустоты небольшие результат будет отличный вот таким образом капаем по чуть-чуть прям на кисточку и наносим наносим вот сюда вот на стекло вот оно туда затекает так мы сейчас чтобы видео не затягивать сделаем паузу как я все нанесу я вам покажу так и так ребятки процедура нанесения жидкости ликвид закончилась ну и как мы видим после этого результат конечно шикарный вот стекло лежит хорошо вот конечно после полноразмерного которое было внешний вид конечно чуть чуть похуже как я говорил да вот ну пузырей прослоек нету воздушных бампером не подрывается как мы видим да вот олеофобка ну сами видите да олеофобочка есть вот копейки текут сворачивается но она не очень хорошая не очень хорошая ну и для стоимости такого стекла полтора два доллара понятное дело что ожидать лучшего как бы смысла нет ну а покупать вот эти дорогие моффи наши то есть китайский моффи там лилкин либо нейр ну не знаю каждый сам решает в принципе ну как из моего опыта стекло у нас расходный материал все равно за месяц-два-три что-то происходит роняются до трескается стекло ну не знаю смотрите если смысл покупать по 700 рублей когда они отличаются только лучшая олеофобкой ну и сейчас помог баннере начали класть пластиковые корпуса для поклейки стекла да то есть такой телефон туда засовываться вот это считаю хорошая вещь удобная но остальное на том стекле которое было у меня полноразмерно там олеофобочка получше однозначно здесь как бы как бы как бы есть ну вот так вот стеклышко висит ссылочки на продавца этих стекол жидкости и того стекла что снял будут под видео кто не подписался на мой канал подписываемся всем удачи спасибо пока пока